Сегодня мы сплавляемся по Омским рекам и крутим педали, пока не сломали. Соглядываем в коллекции антикваров и добавляем красок в серый бетон. Приветствуем солнце на занятии йогой и смотрим на Омск свысока. Всем привет! Сегодня я уехала за 45 километров от города в село Барки. Здесь будет происходить сплав на байдарках. Для меня это первый сплав. Я не знаю, чего ожидать. Обязательное условие – это наличие солнцезащитного крема и головного убора. Что понадобится еще, сейчас узнаем. Когда-то байдарки использовались народами с севера для охоты на морского зверя. Теперь это легкое и маневренное плавсредство для любителей туризма. Начинающие байдарочники ловят свою волну на тихих реках и выбирают для сплавов не бурлящий иртыш, а спокойную он. И первым делом проходят инструктаж по технике безопасности и русскому языку. Нет слова «гребсти» на всю жизнь. Есть слово «грести». Все, первый урок получен. Весло всегда держится на уровне груди широким хватом. Резиночки на весле приспособлены для того, чтобы вода, стекая по веслу, не попадала вам на руки. Ну, по крайней мере, минимализировать этот фактор точно. И плавно. Давайте попробуем. Раз. И пошли. Как по часовой стрелочке, как будто бы. Байдарку мы не раскачиваем. Вот эти вот движения вот такие. Давайте повторим сейчас. Заодно разомнем поясничку. Раз, два. Раз, два. Вот так нам делать байдарки нельзя. Медицинские противопоказания практически никаких. То есть если человек может полностью сам деятельность осуществлять без помощи других людей, то спокойно может с нами сплавляться. А дальше как на флоте. Кто на носу, тот капитан. Он устанавливает темп гребли и принимает на себя все брызги. Скорость сплава зависит от течения и сплоченности экипажа. Мы проплыли уже больше половины пути. У нас так называемая техническая остановка, которая нужна для того, чтобы попить, перекусить и отдохнуть. Первое впечатление классное. Я ожидала, что будет тяжелее. Но на самом деле, да, спина устает с непривычки, руки забиваются. Но это того стоит. Дистанция заплыва 15 километров. Байдарочники преодолевают ее за два с половиной часа. Узнают, где гнездятся ласточки. Добиваются синхронности движений и стараются не врезаться в проходящие мимо суда. Подобные сплавы проводят каждые выходные. В выходные обычно нечего делать. Не знаешь, куда себе деть. Но хочется с пользой же время провести. И первый раз было, конечно, страшно. Потому что вообще, во-первых, на воде. Я еще сидела в первое. Не надо было понимать вообще, в чем моя функция. А во второй раз уже прям как будто вот уже несколько раз плавали. В общем-то, не спортивный человек не особо. Но считаю, что нужно попробовать получить какие-то новые впечатления, эмоции. Себя проверить. Вот и подошел к концу 15-километровый сплав. Испортившаяся погода ни капли не повлияла на мои впечатления. Я обязательно вернусь сюда со своими друзьями. Но сейчас, пока нас не сели ко морю, уезжаем. Жара, которая стоит в Омске вот уже несколько недель. Совсем не лучшее время для того, чтобы кататься на общественном транспорте. Но зато очень даже подходящее, чтобы вспомнить о своем двухколесном друге и отправиться на нем кататься. Но перед тем, как оседлать коня, его нужно обслужить. И как это сделать правильно, мы сейчас расскажем. Банальной проверкой давления воздуха в шинах тут не обойтись. Как и любой транспорт, велосипед требует детального. А главное, как говорят опытные наездники, ежегодного обслуживания. Самое простое – смазка цепи. Это несложно сделать самому, а пять минут затраченного времени значительно снизят износ подвижных деталей от трения и продлят жизнь вашему велосипеду. Когда она растягивается, она начинает сжирать звездочки трансмиссии. И, соответственно, при следующем обслуживании, это выясняется, трансмиссия приходит в негодность, перестает нормально работать. И вам придется менять и цепи, и трансмиссию. Натяжение цепи проверяется простым калибром. Здесь есть два положения – 75% износа и 100% износа. То есть он замеряет базовое расстояние между звеньями цепи. Когда базовое расстояние изменилось, то есть цепь по чуть-чуть вся растянулась, калибр начинает проваливаться. Вот, соответственно, 75% калибр проваливается, 100% калибр не проваливается. То есть вот он зацепился. То есть эта цепь уже, в принципе, подлежит замене. Конечно, можно не заморачиваться и просто отдать велосипед в специализированный сервис. Там его разберут до винтика и соберут обратно. При этом все тщательно очистят от загрязнений и смазки добавят куда нужно. Да и обойдется это дешевле, чем купить набор инструментов для самостоятельного ремонта. Если вы не фанат технической части, а желание прокатиться возникает не чаще пары раз в сезон, то и смысла покупать велосипед нет. Так говорят владельцы прокатов. Заранее запланировав поездку, приходите в прокат, заполняете анкету, и полностью обслуженный велосипед ваш. Хоть на час, хоть на неделю. Кстати, чем дольше спортинвентарь находится у вас в руках, тем выгоднее. В прокате можно взять какой-то инвентарь, для того, чтобы просто попробовать, прежде чем его покупать. Смысл выбрасывать деньги, когда ты еще не знаешь, что тебе подойдет. Во-первых, инструктор сразу показывает. Вот работают тормоза, покрышки все набуты, колеса, педали крутятся, трещотка работает хорошо, то есть ничего не скрипит, не свистит, все прочее. Во-вторых, у нас камеры, это все как бы тоже видно. И когда человек сдает, у нас инструктор точно так же принимает все грамотно, все просматривает, что все как бы нормально. То есть подсунуть, ну, невозможно. В каждом районе нашего города есть и велосервисы, и прокаты. Цена на обслуживание двухколесного друга стартует от полутора тысяч рублей. Прокат обойдется от 150 рублей за час. А какие педали крутить в свободное время, решать вам. Здесь разминаются все отделы позвоночника. И это упражнение очень широко используется в йоге-терапии, то есть для того, чтобы бороться с заболеваниями спины. Я уже давно занимаюсь йогой, и занималась ей параллельно с тем, как работала. Вот. И в какой-то момент поняла, что мне там настолько нравится, что я хочу быть инструктором. А кем до этого работали? Я работала раньше в правоохранительных органах. Так. Что вы там делали? Ну, ходила в погонах и наказывала правонарушителей. Как так произошло, что вы так резко поменяли сферу деятельности и отказались от, ну, такой интересной сферы. Там прошло больше 10 лет моей жизни. Да. Да, очень колоссальный опыт получен. Но мне захотелось попробовать себя еще в чем-то другом и посвящать время больше тому, что мне по душе. Вот. Поэтому я решила так рискнуть и провести такой эксперимент в своей жизни. Ну, мне кажется, он удался. Ну, и обратная связь дает мне понимание того, что, в общем-то, я делаю правильно и буду в правильном направлении. А что вот на прежнем месте работы не нравилось, что есть вот сейчас у вас? Раньше было очень много стресса в работе. И, кстати, вот йога, она как раз помогала. Почему вообще к ней пришла? Потому что она помогала мне вот в этом стрессовом состоянии находить спокойствие, гармонию и какую-то сохранять вот тишину внутри. И брать отсюда именно силы для того, чтобы вот и работать, и общаться с близкими, не вымещая на них именно тот стресс, который был на работе. И, допустим, перед какими-то важными событиями, совещаниями, я, допустим, могла сделать несколько циклов йоговского дыхания. Это никто не видит, никто не знает, что ты делаешь, но это очень здорово помогало расслабиться, как-то настроиться, сконцентрировать ум. Кто-то ходит к психологам для этого, а вы пошли на занятия. Пришла такой способ. На выдохе идем вниз, ставим ладошки на уровень 100, отшагиваем назад. И для первого раза, для начинающих, можно поставить колени на коврик. И мы на выдохе отжимаемся. Руки вдоль тела, выныриваем собаку мордой кверху, расправляем плечи, грудь, грудную клетку. И переходим в собаку мордой к низу. Подшагиваем. Взгляд направляем в область пупка. Ноги могут быть подсохнуты, это не принципиально. Мы руками отталкиваемся от коврика, вытягивая позвоночник наверх. Очень много людей, когда записывались на занятия, они писали, что, допустим, я не гибкий, или я там как-то не гнусь, не тянусь. То есть люди переживали, что это будет препятствием для того, чтобы они смогли заниматься йогой. Но на самом деле это какой-то, видимо, миф, что йога – это тот, кто загибается коралькой. На самом деле йога – это процесс, в который ты погружаешься. Это больше состояние, когда ты, занимаясь, как бы концентрируешь своё внимание на своём теле, на своих ощущениях, на дыхании. И вот тогда происходит расслабление. И цель не там, ну, не загнуться как-то для картинки, а именно цель – получить от занятия душевное равновесие. И к ней надо идти не за один раз, то есть, ну, там, не один-два раза позанимавшись, а постоянно практикуя, и тогда это понимание, оно приходит. Чтобы включить голову, нужно выполнять рекомендации тренера. Он обычно говорит, какую мышцу на печь, какую расслабить, как дышать правильно. Я когда начинала заниматься, я уже, допустим, стоя где-то в очереди или там на остановке, я начинала вспоминать, какие замочки там подтянуть внутри, как расправить плечи, как их расслабить, как дышать правильно. И старайся наблюдать только за дыханием. Не отвлекаясь на посторонние звуки, на другие мысли. И если твой ум тебя обводит в какие-то другие мысли, то мы просто не развиваем их, а возвращаемся мысленно на дыхание, на точку под носом. И наблюдаем, что на вдохе стройка воздуха холодная, на выдохе теплая. Анна, как вы отмечаете день йоги? Мне кажется, праздник, он должен быть в душе. И я вот собираюсь в воскресенье организовать 21 июня, организовать открытый урок на йоге. И вот это вот общее единение, общее состояние, настроение, тем более выходной день будет, я надеюсь, будет хорошая погода. В общем-то, это, наверное, есть праздник. Анна, топ-3 сложных асаны, которые ты можешь сделать. Да, давай покажу самые любимые. А на обе ноги сейчас от пола подняла. Как можно унизить человека и привлечь внимание всех посетителей парка? Наверное, третья самая сложная асана – это медитация. Это когда мы концентрируемся на дыхании. Яркий и в то же время серый, бурлящий жизнью, а порой спокойный. Кажется, что ты знаешь каждый уголок этого города. Но если посмотреть на Омск с высоты птичьего полета, подняться над городом, чтобы узнать его секреты. Например, увидеть старейшее каменное здание Омска – Гаупвахту. Интересно, конечно, оно разным своим назначением. Но, допустим, там отбывали наказания офицеров в какой-то период. Там же находилась и школа талмачей на втором этаже. Из другой крыши здание исторического архива изменился полностью. Сейчас здесь парк и улыбки. 200 лет назад на этом месте рушились судьбы. Русло Иртыша начало распадаться примерно в 16-17 веках. Здесь начали образовываться затоны. И вот даже на одном из таких небольших островов был так называемый невольничный остров, на котором долгое время, даже уже не в современное, но во времена не так уж и давне, торговали людьми. По словам историков, мужчин продавали по 16 рублей и отправляли работать в поля. За будущих невест просили 12. Тут же бездетные пары могли купить ребенка. Всего за 10 копеек. Переступив еще 200 лет истории Третьей столицы, можно увидеть главную магистраль Омска. 15 марта 1896 года был открыт первый мост, соединявший два берега Иртыша. Он был построен крестьянами и рабочими. И благодаря транссибу и железнодорожному мосту Омск получил мощный толчок к развитию. При отходе войск Колчака правую секцию железнодорожного моста взорвали, чтобы остановить красноармейцев. Мост, конечно, восстановили. Торговля стала развиваться, в городе появились рабочие места. Население Омска увеличилось в три раза. Сегодня здание становится все выше. И теперь на город можно взглянуть сверху вниз, даже не поднимаясь с кресла. Ближайшая возможность – видеоэкскурсия в рамках марафона «Смотри дома» на YouTube-канале «Омск здесь». Любинский проспект – самое сердце Омска и место, где летом происходит много всего интересного в рамках проекта «Любинский лайф». В этом году все будет иначе. Проект переезжает в интернет. В один клик здесь каждый найдет занятие по душе. Рубрика «Здоровье» – это не про то, как лечиться, а про то, как не заболеть. Рецепт простой – двигаться. Для начала встаем на ролики и подзаряжаемся эндорфинами. А пока ловим равновесие, подтягиваются мышцы спины и ног. Такая нагрузка эффективнее любых диет, а заряда хорошего настроения хватит надолго. В роллер-спорте при катании задействовано 640 мышц нашего тела. Он не требует определенных знаний каких-то, каких-то сложных техник. Достаточно несколько уроков с инструктором, и можно уже свободно кататься по парку самостоятельно. Если устали смотреть под ноги, поднимите глаза к Солнцу. На закате на Омском небе появляются серебристые облака. Отчего возникает это явление, расскажут в универе. Лекторий, совместный проект Министерства культуры и телеканала продвижения, начался с лекции по астрономии. Почему у кометы два хвоста и действительно ли падают звезды? Узнаете, отправившись в виртуальное путешествие по ночному небу. Звезды не падают, поскольку они в сотни, в тысячи раз больше, чем целая планета. Представьте, как бы это выглядело. В атмосферу Земли сыплются маленькие частички космической пыли, оставляя за собой следы, которые называются метеоры. И когда этих следов, этих частиц очень много, мы это называем метеорный дождь. Секундный рощерк серебра на небе – явление природное. Но многое из того, что происходит под облаками – дело рук человека. Как сберечь красоту планеты и не навредить ей? На Любинском лайф переходим на эко-стиль. Здесь в моде многоразовые вещи, которым можно подарить вторую жизнь. А те, что отслужили свой век, например, батарейки, нужно утилизировать правильно. Ведь в каждой опасные металлы. Они попадают в почву, попадают в грунтовые воды, и мы потребляем уже вот эти тяжелые металлы, вредные. То есть нужно задуматься и выбрасывать их в специальные урны. Вот, например, мы в том году организовали акцию «Здай батарейку, спаси природу». Установили пакеты в школах, установили два контейнера. Один в Министерстве природных ресурсов и экологии, один в Министерстве имущественных отношений. Сделал дело – отправляйся на вечеринку. По субботам Степаныч, двойник скульптуры сантехников в Братиславе, приглашает на пати. Присоединиться можно онлайн. Концерты, дискотеки, танцы на крыше. Жизнь на Любинском, как всегда, обещает быть энергичной и интересной. Нам всем очень тяжело сидеть дома. Мы все соскучились по интересным событиям. И вот этот проект создан как раз для того, чтобы наконец-то нам позволить развеяться и насладиться прекрасным жарким летом. Любинский лайф – это не разовая акция. Это образ жизни. Активный, вкусный, развивающий. Каждый день вместе с шеф-поварами учитесь готовить, вместе с мастерами творить и путешествуйте вместе с гидами. Горшки для цветов, кашпо, вазы, органайзеры. В руках Анны Писаренко привычный в строительстве бетон обретает новую жизнь. Художественную. Пластичность как поле для экспериментов. Созданием собственных арт-объектов Анна вдохновилась в интернете и прошла онлайн-мастер-класс. Впрочем, все тонкости технологии изготовления предпочитает не раскрывать. Выяснять идеальное соотношение ингредиентов пришлось путем многочисленных попыток. Первые изделия трескались. Очень много на собственном опыте, потому что в интернете в основном вся информация о крупных каких-то формах, о тротуарной плитке, например. То есть о таких маленьких кашпо, какие наполнители добавлять, как сделать текстуру, фактуру красивую, цветной. Про цветной вообще бетон я еще не могла три года ничего найти вообще. Делаем бетон из цемента, песка, из мраморной муки. Я добавляю сюда, чтобы было не сильно фактурно. Вот, и посмотрим, что получится. Ну, еще добавляю армирующее волокно для прочности. Там пластификаторы. Игра с размерами, оттенками и дизайном. Готовая смесь отправляется в силиконовые формочки. Их нужно протрясти вручную. Специального вибростола у Анны пока нет. Смягчить внешнюю строгость материала поможет цвет. Анна не раскрашивает высохший бетон, а добавляет пигменты в процессе замешивания. Она предлагает подчеркивать брутальную красоту материала с помощью изящных комнатных растений или свечей. Сдержанные и гладкие, или нарочито небрежные рельефные фактуры. Для бетона нет стилистических границ. А значит, такие изделия могут вписаться в любой интерьер, говорит Анна. Тем не менее, сложности в работе со стройматериалом есть. Это нужно где-то хранить, тоже куда-то ездить, где-то набирать, потом привозить, увозить, тоже это все таскать. Я снимала как-то квартиру для этого дела. Сняла квартиру, ну, такую без отделки, без все специально. Причем она получилась дешевле, чем складку, какое-то даже помещение мне снять. Там удобно, и водопровод есть, то есть все есть. Я снимала где-то полгода, ну, и там занималась им этим. Как раз-таки это был тот период, когда я экспериментировала, когда я заказала кучу всяких там наполнителей разных, добавляла их, смотрела, как горшочки смотрятся, что они делают, как ломаются, ломала их, царапалась. Уют в деталях. Подоконники, тумбочки, полки – все это можно украсить бетоном и даже сделать из него столешницу. Пока Анна работает дома, в планах открыть мастерскую, чтобы и дальше показывать в своих работах то, что прежде считали грубым расходным материалом, сегодня яркий акцент в современном интерьере. В магазине антиквариата играет антикварная пластинка на антикварном граммофоне. Здесь в каждом углу и товар, и экспонат. Столовое серебро, живопись, вековые столы и посуда английских лордов. Омск, город купцов и военных, обрастал дорогими вещами в богатых домах. История уничтожила большинство предметов быта, которые знать покупала для себя и в подарок. Спустя сто лет практически ничего не изменилось. Вещи покупаются, но столы облегчали, а ложки приходится полировать. Если вещь коллекционная, я знаю, что она коллекционная, ее будут покупать коллекционеры, мы ее не деставрируем, потому что у каждого коллекционера есть свои деставраторы. И он ее сделает так, как ему надо. Что касается вещей бытовых, допустим, то наоборот люди просят, чтобы она была пригодна к использованию. Купить можно не только для того, чтобы наслаждаться видом. Золото и живопись достаточно надежный вклад. Через 50 лет картина может подорожать в десятки или сотни раз. Но предугадать это невозможно. Очередей в лавках нет, а люди, которые владеют хорошей коллекцией, к публичности не стремятся. Ну, это могут быть люди разного возраста и разного достатка. Некоторые все свои свободные средства тратят на приобретение той или иной вещи. Коллекционер может заболеть какой-то картиной и будет копить на нее два года деньги, экономить на всем. Не ездить в отпуск. Но когда он ее приобретет, у него появляется шестое чувство. Это чувство глубокого удовлетворения. То, что было выпущено большим тиражом антиквариатам, не признают. Это винтаж. Советская техника и посуда хороша для ретро-интерьера в кино. Но стоит дешево. Такие вещи каждую неделю приносят в Краеведческий музей, потому что избавиться жалко. Но среди подарков иногда встречаются не антикварные, а музейные экспонаты. Мне по звонению сказали, что один из жителей Омска предлагает нам какой-то бронзовый сосуд. Котел так называемый скифский, скифского времени. Вот от того, что он в песке побывал, может быть, его пытались почистить. Вот он так выглядит, как новый, блестящий, конечно. Но видно, что это достаточно древний котел, ему больше двух тысяч лет. Что делать со старыми вещами, решать, конечно, вам. Покупать для наслаждения или продавать для выгоды. Одно известно точно, каждая монетка и ложечка, не говоря уже о живописи и антикварной мебели, это не просто вещи, это часть истории. А история не должна пылиться на чердаке дачного домика. В пятницу зрителям продвижения предстоит раскрыть убийство у моря. Героиня фильма, молодая писательница, не только погрузится в темное прошлое рыбацкого городка, но и дойдет в своем расследовании до нацистских преступлений. Какой суп подают в Молдавии гостям на второй день свадьбы? И правда ли, что для Леонида Брежнева готовили борщ по специальному рецепту с грибами и черносливом? Кулинарные тайны страны советов откроет в субботу программа «Вкусно по ГОСТу». Воскресным вечером телезрители познакомятся с образцовыми семьями. Случаются ли у них ссоры и измены? Расскажет ироничная французская драма о бизнесмене, пытающемся спасти родовое поместье и наладить отношения с близкими. 22 июня в эфире сразу 4 серии военной драмы «Блиндаж», снятой по повести белорусского писателя, участника Великой Отечественной войны, Василия Быкова. Судьбы пятерых героев фильма пересекутся у линии фронта летом 1941 года. Есть ли у самолетов душа? Как стать пилотом малой авиации? И сколько может стоить воздушное судно? О мечтах до неба и трудностях аэробизнеса расскажет герой телепроекта «Наши люди» Александр Анисимов. Какие вакансии сегодня предлагают подросткам и что важно при выборе профессии? В среду ведущая шоу «Мои деньги» Анастасия Гололобова попробует себя в роли расклещика объявлений. Эксперимент стартует в 12.30. Редактор субтитров А.Семкин